Сочи для фехтовальщиков место не новое. Здесь в федеральном центре спортивной подготовки Югспорт у них проходят сборы. Сейчас Кубок России в апреле следующего года чемпионат России по фехтованию. У нас четыре соревнования в России, которые дают рейтинговые очки для попадания на чемпионат Европы и чемпионат мира. Мы по трем лучшим результатам. То чемпионат России, Кубок России и один из турниров сильнейший. Так что этот кубок идет в зачет для попадания в сборную страны. В первые два дня проходили поединки в мужской и женской рапире. Олимпийский чемпион 2016 года в Рио-де-Жанейро Тимур Сафин обошел чемпиона мира прошлого года Дмитрия Жеребченко. Но этот результат был прогнозируемый. Сенсация произошла в рапире женской, когда олимпийская чемпионка Инна Дереглазова пропустила один укол. Тем самым потеряла шанс на победу. Вот такой великая, может быть, цена одного укола. Причем проиграла она своей подруге Насте Ивановой из Башкирии. Желания мои, к сожалению, не оправдались, потому что вчера я выиграла серебряную медаль. Не хватило всего одного укола в финальном поединке. Конечно же, хотела и золото выиграть. Но будем стараться сегодня реабилитироваться в командных соревнованиях. Командные соревнования в Рапире проходили в воскресенье, а дальше шпага и сабля, также личные командные первенства. Здесь уже можно будет увидеть саблисток Софью Великую и Софию Пызнякову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира. В канун Нового года участники Кубка России по фехтованию разлетятся по своим городам. В январе соберутся снова и ждут различные соревнования по всему миру. Это Франция, Япония, Польша. Весной вновь вернутся в Сочи. Самое главное для них подготовиться к летним Олимпийским играм 2020 года. Они пройдут в Токио. Елена Авсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.